В Чувашии продолжают развивать сельский туризм. У каждого муниципалитета есть своя изюминка. В Яльчикском районе туристов уже не первый год привлекает питомник по разведению собак и диких зверей. Там побывали и мои коллеги. Волк по кличке Кожаман первопоселенец племенного питомника. Когда-то он стал охотничьим трофеем, но Леонид Князев пожалел дикого зверя и приютил у себя. Он вырос в неволе вместе с волчицей, а недавно у них появилось потомство. Волчат намерены оставить в питомнике. Для них сейчас строят отдельный вольер. Леонид Князев признается, что к диким зверям питает особую страсть. В племенном питомнике разводят не только волков, но и русских борзых. Леонид Князев – настоящий ценитель и знаток этой породы собак. Они способны развивать большую скорость до 80 км в час. Со своими питомцами на соревнованиях он завоевал множество наград. Мечта, это улыбка, мечта. Ай, мотор, мечта. Ай, мотор, ай, мотор. Леонид Князев ставит перед собой глобальную цель – возродить традиции русской охоты с собаками. Слава о племенном питомнике разлетелась и за рубежом. Сюда приезжали отдыхать англичане и французы. Часто в питомник на экскурсии приезжают и школьники. В мае месяце такой приток был, это 500 человек приехало. Это основные школьники с родителями корпоратива. И среди них районы Батарского района, и Яльщиков района, и соседи Татарстана приезжали. Людям что интересно, людям просто интересно, это рассказ именно. Кроме псовой охоты в питомники устраивают конные экскурсии. Недавно здесь появились породистые рысаки. На территории питомника намерены открытие зоопарк. Леонид Князев планирует привезти сюда белок, оленей и даже павлинов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин.